Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. День малых форм хозяйствования прошел в селе Гайкадзор в минувшие выходные. Первый день здоровья в осенней серии организовали в городе, в Доме культуры молодежной. А сейчас обо всем подробнее. Даже старожилы Анапы не помнят такого сильного ливневого паводка в Анапе. Основной удар стихии приняли на себя город Супсех и Анапская. За час небольшим там выпала четырехмесячная норма осадков. Сегодня следов от стихии почти не осталось. Дороги высохли, улицы приводят в порядок. Сотрудники администрации, квартальные, общественники сегодня повторно обошли пострадавшие районы, чтобы узнать у жителей, какая помощь им нужна. Четырехмесячная норма 116 мм осадков обрушилась на Анапу в минувшую субботу. Мощный ливневый паводок натворил бед. Подтопил дворовые территории, дома нанеся значительный урон объектам энергетики. В Анапу привлекли дополнительные силы из соседних районов. 12 бригад восстанавливали затопленное оборудование. С помощью лаборатории искали аварийные участки. В городе восстановить энергоснабжение полностью удалось только в ночь на понедельник. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в субботу глава города-курорта Сергей Сергеев дал поручение руководителям структурных подразделений администрации провести подворовой обход, привлечь к этой работе муниципальных служащих, общественников, выяснить, какая помощь требуется людям и передать всю информацию профильным службам. Мы ставим комитеты и привлекаем для обхода улиц, которые были подвержены наибольшему подтоплению. Независимо. И многоэтажные дома тоже. Заходим в подвал и смотрим. И частный сектор с соседями разговариваем. Кто живет рядом? Одинокая бабушка. Обязательно эту бабушку найти, поздороваться и спросить, что необходимо, чем помочь. И мне лично доложишь о ситуации. По дворовому обходу. Сейчас поднимаете людей, сотрудников, поднимаете квартальный, берете списки и обходим. Так, ну и будьте готовы, что в случае осложнения ситуации, каждый из вас, понимаете теперь, да, что мы собирались позавчера не просто так. Ситуация, в принципе, контролируемая. Каждый сработал. Есть у меня и замечания, но их не могло не быть по работе. Потому что мы люди, каждый может и ошибаться, и что-то это. Но в целом, в целом, все, что произошло, и по северной, я уверен, если бы не было подготовительных мероприятий, мы бы еще хуже последствия там имели. И новую неделю начали с обходов, чтобы дополнительно удостовериться, кому какая помощь нужна. С пониманием к природным катаклизмам отнеслись жители станицы Анапской. Хотя такой большой воды не видели никогда. Такого у нас не было еще. Мы здесь живем 40 лет, чтобы вот так сверху так лило, и набралось к нам гараж воды. Но зато оповещали все время вот по динамикам. Что говорили? Ну, что ожидается штормовое предупреждение, чтобы люди готовились как-то хотя бы чуть-чуть. Хотя что можно сделать, если сверху льет? А так помогли вчера. Две машины даже приехали сразу. Выкачали, и все, теперь надо вот нам самим дальше уже делать. Там вон внизу наш бывший бригадир, у них тоже так же. Тоже вчера им вовремя выкачали. Сразу машины поприходили. Пожарная пришла, и такая пришла. Администрация среагировала быстро. Работники коммунальных служб приступили к уборке улиц, как только позволила погода. Задействованы были 123 работника и 26 единиц техники. Вывезено 34 кубометра мусора. Расчищено 25 километров улиц. Сегодня вечером глава Анапы провел заседание КЧС, где была проанализирована работа служб. Режим ЧС снят, но работы по восстановлению города после стихии оценки ущерба продолжаются. Фермеры, участники широкой ярмарки в селе Гайкадзор, ценят мирный труд и с удовольствием делятся его плодами с другими. На дне малых форм хозяйствования аграрии получили возможность презентовать свою продукцию и проконсультироваться у специалистов. Хрустящие кочаные капусты, золотистый лук, подпрыгивающие зеркальные карпы, кучерявая петрушка, румяные яблоки. Изобилие по сниженным ценам. В Гайкадзоре прошла большая ярмарка сельхозпроизводителей. Каждый привез свою лучшую продукцию. Сегодня у нас в селе Гайкадзоре ярмарка. Большая ярмарка. Просто дождик помешал немножко. Почаще бы привозили такой товар. Мясное, рыба, все есть, овощи, фрукты. Все мое. Выращиваем уже не первый год. Люди нас знают. Наша капуста пользуется спросом в Анапе. И вот в Анапском районе. Ярмарка – это не только торговля, но и веселье. Творческие коллективы поднимали настроение гостям ярмарки и фермерам. Фермеры делились знаниями и консультировались у специалистов центра занятости, правового и сельхозуправления, жилищного отдела, управления экономикой, инвестиций, банков и других структур. Пришли, чтобы узнать новости, какая может быть нам оказана помощь, какие консультации можем здесь получить. Потому что этого очень много не хватает информации. Именно той информации, которую можем получить сразу на месте, не заходя ни в какие кабинеты. Узнали, как можно сделать подвязку помидор. Инструмент приобрели себе. Заказ сделали. В Доме культуры прошло совещание по развитию малых форм хозяйствования и мерах социальной поддержки. Начальник жилищного отдела Светлана Васильченко рассказала о программах для сельских жителей. Фермерам также рассказали о субсидиях и грантах. Особое внимание предпринимателей привлекла программа финансирования строительства теплиц. За четыре года последних, которые активно поддерживаются строительство теплиц, только на территории муниципального образования города Куртунайпа количество теплиц, площадь их увеличилось, больше чем в десять раз. Наши фермеры активно и личные подсобные хозяйства пользуются этой субсидией. И мы, в общем-то, ждем всех с удовольствием. Помимо субсидий, то есть возврата потраченных денежных средств, заинтересовали фермеров гранты на развитие хозяйства, о которых рассказал заместитель главы Анапы Александр Колесников. Грант в количестве полтора миллиона рублей. Это реальные деньги, это реальная программа, которая действует. Действительно, можно потратить большой спектр затрат. Это и покупка земли, и приобретение техники, приобретение семян, посадочного материала, приобретение поголовья сельскохозяйственных животных и еще многое-многое другое. Второй вид поддержки тоже это грантовый, это уже более серьезный, более интересный вид поддержки. Это называется «Развитие семейных животноводческих ферм». Максимальная сумма получения здесь 21 миллион 600 тысяч рублей. Лучших производителей отметили благодарственными письмами за участие в Кубанской ярмарке 2014 в Краснодаре. Мероприятие завершилось розыгрышем съедобных призов по бесплатной лотерее. Первый день здоровья в осенней серии прошел в городе. В Доме культуры молодежной взрослые и дети проверили состояние здоровья. Быстро и без очередей. Цикл профилактических дней здоровья пройдет во всех сельских округах. Организаторы мероприятия тщательно подготовились музыкой воздушной шары для настроения. На столах анкеты, в которые любой желающий мог внести свои пожелания. Каждого встречали волонтеры, помогали сориентироваться посетителям. Несмотря на плохую погоду, 600 человек пришли проверить состояние здоровья. Наш глава Сергей Павлович уделяет особое внимание проведению Дня здоровья. Они у него на самом деле на особом контроле. Я вот буквально сейчас в том зале проходила, смотрела, как все обустроено, разговаривала с людьми. И жители нашего города, этой части нашего города, они очень довольны. Есть свои пожелания, мы их учтем. В городе мы будем Дни здоровья проводить с систематической периодичностью. Дни здоровья пользуются большой популярностью среди населения, поскольку именно здесь все посетители имеют возможность быстро пройти экспресс-обследование и без очередей. Сделать необходимые анализы, получить заключение специалистов. За состоянием своего здоровья Евгения Илющенко следит тщательно, поэтому посещает Дни здоровья, соблюдает все предписания врача. Очень хорошо, что устраивают вот такие вылазки, особенно для нас, пенсионеров, ветеранов войны. Ну, что бы не хотелось сказать, что меня особенно волновало, что анализ сахара в крови. Вот она посмотрела, сказала, что все нормально, уже это спокойно. В этот день взрослые могли получить консультации у врача-терапевта и узких специалистов. Сдать кровь на глюкозу, проверить щитовидную железу, сердце, здоровье глаз на специальных аппаратах. Для детей в это время работал педиатр, психолог и соцпедагог. Наш центр медпрофилактики использует в обследовании населения уникальный метод, который называется обследование сердца на кардиовизоре. Отличие его от классической кардиограммы в том, что он позволяет выявить явления гипоксии и ишемии на самых ранних, доклинических этапах. До того момента, когда они уже проявятся на классической ЭКГ. Что позволяет человеку своевременно, на ранних стадиях, выявить эти явления и назначить профилактические методы, которые не доведут его до состояния болезни. Каждый в этот день получил соответствующие рекомендации назначения врача по профилактике и лечению болезней, если была выявлена патология. Нездоровье в первую очередь направлено на профилактику. Болезнь, как известно, легче предотвратить, чем потом лечиться. В 90 лет умело держаться верхом сможет не каждый мужчина. А вот Софья Сергеевна Поварова может. Работая в совходе после школы, она нашла подход к лошадям. Это пригодилось ей в военное время. 19 октября Софья Поварова отпраздновала юбилей. Сама же называет свой возраст не пенсионным, а серебряным. Наталья из Мозгова познакомилась с удивительной женщиной. Выращивать цветы сегодня одно из самых любимых занятий Софьи Сергеевны. А 73 года назад она лихо скакала на коне прямо в тыл к немецким захватчикам. Родители умерли, когда Софье было три года. Воспитывали дух, дедушка и советская власть. В 17 лет отправилась добровольцем на фронт. В знаменитый четвертый кубанский казачий кавалерийский полк радисткой. На польской границе меня запеленговали. Я как раз очень большой телеграмму лежа на палатке передавала. Она была большая, а мне нельзя было так делать. Меня сразу засекли. Меня тяжело ранило. Благодаря своим однополчанам, своим, и со взвода связи они меня вынесли. А сзади кричат немцы, сдавайтесь. Но казаки не сдаются. Десять дней в тылу с ранением, потом госпиталь, шесть операций и снова на фронт. Ленинградский. Война ведь это большая машина. И каждый человек винтик в этой машине. Вернуться домой удалось только в октябре 45-го. А вот оправиться после тяжелых событий через пять лет. В 1955-м Софья Сергеевна закончила Киевский государственный университет. И всю жизнь преподавала историю школьникам. Ту самую историю, которая происходила и на ее глазах. 19 октября Софья Сергеевна исполнилась 90. Поздравить маму приехала из Соединенных Штатов дочь Ирина. Пока мама жива, значит, ты не сирота. Она меня греет, согревает мою душу, сердце. Всегда поддерживает, всегда скажет советы, добрые слова. Всегда прощает за все. Всегда ждет. Ты знаешь, что это мама, это твой дом. Мамочка дорогая, поздравляю тебя с днем рождения. Софья Сергеевна по-прежнему на коне. Освоила компьютер, интернет и даже скайп, по которому общается с детьми и внуками, друзьями и бывшими учениками. Она никогда не пропускает выпуск новостей, чтобы точно быть уверенной, что отвоеванный мир продолжается. И к другим темам. В Анапском филиале Академического правового института провели круглый стол в рамках расширенного заседания Молодежного политического клуба «Консолидация». Тема встречи – нововведение в избирательном законодательстве Российской Федерации. Студент пятого курса Анапского филиала АПИ, председатель Молодежного политического клуба «Консолидация» Иван Марченко выступил с основным докладом о новых изменениях в избирательном законодательстве России. Первые серьезные изменения в федеральном законе о 22 февраля 2014 года о выборах депутатов в Государственную Думу. Иван рассказал о главном нововведении. Теперь выборы проводятся на основе смешанной системы. Половина депутатов избирается по одномандантным избирательным округам, другая половина – по федеральному избирательному округу. Так как мы являемся правовым институтом, то эта тема очень близка для нас. И, соответственно, мы выбрали тему изменения избирательного права и хотим поговорить и сделать акцент о новых молодых политических партиях. С докладом об организации политических партий в России выступил преподаватель Академического правового института, кандидат юридических наук Вячеслав Кашо. На заседание также пригласили заместителя начальника управления по делам молодежи Екатерину Боровскую, членов территориальной избирательной комиссии. Студенты вместе с выступающими обсудили вопросы по явке избирателей на выборы, нужно ли применять административное наказание к тем, кто игнорирует политические события в стране. Каждый гражданин на благо своей страны, он должен рационально распоряжаться своим избирательным правом. Поэтому мы будем, как молодежный политический клуб, мы будем продолжать работу в данном направлении, а именно просвещение молодых избирателей. И, я думаю, мы достигнем больших результатов в этой деятельности. Ребята задавали гостям интересующих вопросы по избирательной системе. В завершении заседания всех студентов призвали принимать активное участие в выборах, так как от каждого голоса зависит будущее страны. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Во вторник, 21 октября, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16-18, ночью 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Продолжение следует...